Всем привет! С вами Сергей и это канал Встретимся в будущем. Меня очень долго волновал вопрос, что не так с Крионикой? И почему она настолько не популярна? Ведь это единственный доступный способ избежать смерти. Прошло уже более 50 лет, а заморожено было всего несколько сотен человек. Чтобы вы понимали, спутников в космос за это время было запущено больше. Вот настолько все плохо. Давайте вместе попробуем разобраться, что с Крионикой не так. Очень долго бытовало мнение о том, что Крионика не популярна просто потому, что они никто не знает. А те, кто знают, не могут вот так сразу понять всех прелести этой технологии. Криокомпаниям особенно нравится эта версия. Мол, люди просто вот недалекие, но как только они все поймут и осознают, сразу же побегут крионироваться. А давайте посмотрим, как дела обстоят на самом деле с распространенностью Крионики. Вводим в поиск на YouTube слово Крионика. И видим, что только на русском языке есть несколько сто тысячных и даже миллионных видео о Крионике. Из чего следует, что несколько миллионов русскоговорящих людей точно знают о Крионике. Уже не скажешь, что она неизвестна. Давайте посмотрим, действительно ли все эти люди недалекие и просто не понимают, о чем идет речь. Открываем видео и странно, почти нет дизлайков. Может быть в комментариях будут претензии к автору, мол, что это он за чушь такую загоняет. Да нет, все все понимают. А где же все эти тупые люди, о которых нам рассказывают Криокомпании? Какая-то несостыковочка. Очевидно, что дело в другом. Может быть причина крайней непопулярности Крионики в том, что она стрёмная и попросту отпугивает людей? Ведь мы всячески стараемся избегать смерти. А здесь кто-то нам рассказывает про смерть, заморозку. А страх неизвестности очень сильно отпугивает. Здесь я с вами соглашусь. Крионика действительно отпугивает. Но я осмелюсь сделать предположение, что это не слишком влияет на ее популярность. Похоронная отрасль еще более стрёмна, чем Крионика. Но на ней зарабатывает и она популярна. Еще один пример. Криптовалюта. Раньше она всех отпугивала, ее никто не понимал. Но как только казалось, что на крипте можно заработать, ее начали скупать все, кому не лень. При том, что люди как не понимали, как работает блокчейн, так и до сих пор не понимают. Ничего не изменилось. Давайте будем честны. Мы с вами живем в капиталистическом мире, где мало кого волнует стрёмность чего-либо. Главное, можно ли на этом заработать. А на Крионике можно заработать гораздо больше денег, чем на крипте. Хм, так почему же не зарабатывают? И вот здесь мы подходим к главной проблеме Крионики. Ее стоимости. Для тех, кто не в курсе. Если вы придете в Криокомпанию заключать контракт, с вас потребует минимум 36 тысяч долларов за сохранение всего тела, либо 18 тысяч долларов за сохранение одного только мозга. Смотрите в эти суммы. Вы многих людей знаете, у которых на руках есть такие деньги. И проблема даже не в сумме, а в том, что нет каких-то вменяемых вариантов оплаты. Нет рассрочки, нет возможности оплачивать Крионирование помесячно. С вами будут разговаривать только если вы заплатите всю сумму наперед. В случае смерти родственника у вас нет возможности не продать имущество, которое вам завещали, не собрать деньги краудфандингом и даже одолжить деньги у друга. В выходной день вы даже в банк не сможете сходить за кредитом. У вас нет ни на что времени. Если умирает ваш родственник и у вас нет на руках нескольких десятков тысяч долларов, это все, это конец. У вас нет вариантов. И чтобы вы понимали, насколько это плохо и насколько сильно это убивает Крионику, я вам приведу более простой пример. Посмотрите на свой мобильный телефон. Представьте, что в какое-то время он перестал работать. СМСки не высылаются, мобильный интернет не работает. Вы пополнили счет, но это не помогает. Вы приходите в офис к своему оператору мобильной связи, а консультант вам говорит, мы решили убрать все наши существующие тарифные планы и заменить их одним единственным тарифом, пожизненным. Так и называется тариф пожизненный. Вы платите нам 20 тысяч долларов, а мы обязываемся до конца жизни оказывать вам самые лучшие услуги. Честно-честно, самая лучшая связь у вас будет. Мы даже телефоны вам будем давать бесплатно. Только дайте нам денег. Ну что, готовы вы поверить своей мобильной компании и заплатите 20 тысяч долларов, чтобы быть до конца жизни ее клиентом? И есть ли у вас на руках такие деньги? Понимаете, в чем здесь фишка? Вы и так, и так за жизнь можете запросто потратить 20 тысяч долларов на мобильную связь и новые айфончики. Но готовы ли вы заранее за все заплатить? А теперь представьте, что все операторы мобильной связи сговорились и перешли на такой пакет. И всем людям нужно заплатить 20 тысяч долларов для того, чтобы пользоваться мобильной связью. Внимание, вопрос. Что будет с мобильной связью через месяц? Сколько у нее останется клиентов? Мое мнение, максимум 5%. Лично я перейду на Wi-Fi. А вы? А вы мне скажете, Серега, ну что за бред? Сейчас же век микротранзакций. И ни один нормальный оператор, понятное дело, не будет просить у своих клиентов 20 тысяч долларов за свои услуги. Вообще никакой. Это полный абсурд. Тем более, чтобы все операторы сговорились и брали по 20 тысяч баксов. Это моментально убьет всю сферу и операторы разорятся. Это невозможно. Так вот, именно такая невозможная ситуация и произошла с Крионикой. В это трудно поверить, но в какой-то момент все крио-компании перешли на один единственный пожизненный тариф. И все крио-компании начали брать десятки, даже сотни тысяч долларов за свои услуги. И что же произошло с Крионикой? Да то же самое, что произошло бы с мобильной связью. Или с любой другой услугой, за которую привыкли платить помесячно. Понимаете, крионика может быть и выглядит как-то по-особенному. Но она подчиняется всем тем же простым законам, что и любой другой бизнес. Клиентов заставили платить огромные деньги и клиенты ушли. Все просто. А вы, наверное, как и я, думали, что здесь кроется какая-то сложная причина. Угадал? И я думаю, вам интересно узнать, как вообще крио-компании додумались до того, чтобы убрать помесячную оплату и рассрочку и перейти на пожизненный пакет. И в следующем видео я расскажу, при каких обстоятельствах это произошло. Имеет ли место тайный заговор, хитрый план или, может быть, влияние каких-то запрещенных веществ. А главное, почему ничего не изменилось и крионика до сих пор остается в жопе. Подпишитесь, чтобы узнать, что же все-таки произошло. И ставьте лайки, если было интересно. Встретимся в будущем.